Дети семейного центра Никольский, действующего при храме святителя Николая Чудотворца в микрорайоне Заречное города Екатеринбурга, посетили вторую пожарно-спасательную часть. Здесь для них была проведена увлекательная экскурсия, в ходе которой ребята познакомились с работой доблестных спасателей, а также узнали, чем занимаются пожарные в свободное от выездов время. Многие в детстве, особенно мальчишки, мечтают стать супергероями. При этом они даже не знают, что эти супергерои живут рядом с нами, а их профессия является одной из самых сложных в мире. Это профессия пожарного. Люди здесь работают сильным духом. При пожарах приходится проявлять стойкость, мужество. Пожары всегда разные. На пожарах нужно контролировать эмоции, контролировать свои действия, потому что всякое бывает, всякое случается. Это и температурные нагрузки, это и физические нагрузки высокие. При поступлении сигнала тревоги дежурный караул выезжает на место пожара на специально оборудованной машине. О том, чем она укомплектована, рассказали ребятам в самом начале экскурсии. Аварийно-спасательные инструменты, пожарные гидранты, рукава и стволы, или иначе шланги и наконечники, лестницы различной конструкции. Все это и многое другое с интересом рассматривали дети, слушая рассказ сотрудника МЧС и сами задавали вопросы. А здесь находится ток, то есть ток 200, который я вам показывал, их здесь 4 штуки. После того, как знакомство с пожарно-спасательной техникой подошло к концу, мальчикам и девочкам предоставилась возможность посидеть в кабине пожарного автомобиля на местах командира отделения и водителя. Я водитель. Давайте так, сейчас по очереди с помощью меня залазим, потом обходим и на место водителя также садимся. Примерив на себя руль командира и водителя, ребята с экскурсоводом переместились в другое помещение, где в шкафах хранятся средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. Если вы сможете дышать, но не сможете видеть, ну как бы в сомнительном удовольствии, да, вот, поэтому вы должны и дышать, и видеть, что вы делаете, куда вы идете, вот, вот так вот это выглядит. Ну что, мерить будешь? Конечно же, все ребята примерили и панорамные маски, которые предназначены для самих пожарных, и спасательные маски, используемые при эвакуации людей. Также подключается к дыхательному аппарату и одевается на либо пострадавшего, либо того, кто нашли. Есть желание мерить? Нет. По одному, по одному. В завершении экскурсионной программы детям была продемонстрирована боевая одежда пожарного. Шитая из специальной ткани, она служит для защиты от воды, высокой температуры, от травм при тушении пожаров. В комплект входит куртка, брюки, рукавицы, каска, сапоги, ремень. Здесь также желающие смогли примерить экипировку пожарного на себя. Примерив это стандартное снаряжение весом примерно пару десятков килограмм, ребята наверняка запомнят, что выбирая профессию пожарного, они должны постоянно тренироваться, чтобы обладать высокой выносливостью и физической силой. А оставаться в хорошей форме и не терять сноровку, спасателям помогают постоянные занятия. У нас есть четкий распорядок дня. Из 10 утра до 7 вечера у нас идут занятия. Мы ведем конспекты. У нас есть две тетради, одна по боевой подготовке, другая самостоятельная подготовка. То есть все это контролируется. Единственное, пятерки и двойки не ставятся. Так дети и взрослые с удивлением узнали, что в свободное от выезда время спасатели не спят и не сидят сложа руки. И это служит наглядным примером для подрастающей смены. Было, правда, интересно, познавательно. Хоть кажется, что мы взрослые все знаем, для нас тоже это полезно, важно знать и знакомиться. Дети точно запомнили номер 01. Дай Бог, чтобы он, конечно, не пригодился никому. Но знать мы, конечно, должны все. Знать должны, понимать, как рискуют жизнью эти отважные люди. Уважать их. Возможно, кто-то станет спасателем. А еще дети узнали, что российские пожарные тоже верующие люди. И свои заступницы и покровительницы почитают Божию Матерь. Икона которой, неопалимая Купина, стоит во дворе второй пожарно-спасательной части МЧС. Всегда легче бороться с огнем, когда в молитве к Богородице обретаешь духовную поддержку.